всем тихой ночи в комментариях люди интересуются тем что же находится в чемодане каждый раз когда я намереваюсь него заглянуть из памяти выпадает несколько часов и я не могу вспомнить что же там было так что пожалуй просто уберу его подальше зато я помню что в ролике про доктора развлечудова я упомянул что для своей игры против фонда scp и алого короля он создал 20 игрушек сделанных из людей так называемых малых господ вернее для игры он сделал 19 из них потому что роль господина жуть была несколько иной о чем уже говорилось в том видео пришло время подробно разобрать каждого из них ведь у всех из них есть своя история первым малым господином которого поймал фонд стал scp 2148 господин полосатый вернее как поймал он сам пришел к одной из секретных зон фонда и само по себе то что человек просто берет и приходит к секретной зоне уже необычно потому его и задержали и после обыска нашли у него записку в которой было написано что этот человек это господин полосатый и что он один из 20 коллекционных аномалий которые создал доктор развлечудов во время допроса оказалось что если полосатый увидит и запомнит внешность другого человека то на любых цифровых носителях вся информация о нем будет закрыта черной полоской самим своим появлением полосатый сообщил фонду что нужно поймать еще 19 подобных ему человек а своим свойством он в сущности троллит цензуру фонда но на самом деле полосатый обладает куда большими способностями чем обнаружил фонд ведь его эффект каким-то образом затронул директора той зоны которой он подошел все упоминания этого человека закрылись черными квадратиками а ведь полосатый его не видел кроме того в одном из рассказов показано что полосатый на самом деле обладает и другими силами его тело может растягиваться и деформироваться а сам он своими длинными пальцами может задушить любого человека то есть на самом деле сепи 2148 является довольно таки сильным и опасным монстром при этом достаточно хитрым чтобы не дать фонду этого понять в записке со списком господ которая была у полосатого номер 17 закрыт черными квадратиками это значит что полосатый знает лично человека из этого пункта и это господин ложь когда фонд поймал господина ложь ему был присвоен номер сепи 2284 потому что он во-первых оказался родным братом полосатого а во-вторых обладал интересным свойством все что говорит о себе 2284 принимается за правду усомниться в его словах невозможно при этом правду господин ложь не говорит никогда возможно он даже этого не может и когда ему нужно указать на какой-то правдивый факт он лишь намекает на него или задает вопросы которые приводят собеседника к нужному выводу используя свои способности сипи 2284 промывает мозги одному из высокопоставленных сотрудников фонда доктору и тот становится убежден в том что полосатого и ложь необходимо держать вместе два брата один из которых может убедить кого угодно в чем угодно а другой является монстром с огромными скрытыми силами содержится вместе как говорится что может пойти не так пока происходило вся эта возня с двумя братьями индусами кто и же секретной зоне фонда номер который кстати стало невозможно записать без того чтобы он не закрылся квадратиками подошел на первый взгляд обычный человек страдающий амнезией не помнящий практически ничего из того что с ним происходило и рассказывающий какие-то небылицы истории о которых больше никто ничего не слышал фонд схватил этого человека и при осмотре на нем была замечена татуировка на его ноге были вытатуированы слова господин забывчиво из коллекции маленьких господ доктора развлечудова этого человека доставили в комплекс содержания начали допрашивать на допросе стало понятно что все что он записывает на бумагу сразу стирается из памяти других людей при этом сам он может запомнить только то что записал все остальное он очень быстро забывает такое вот ходячее устройство для стирания памяти из-за этого аномального свойства человек получил номер SCP 909 и был поставлен на содержание из рассказа госпожа наследница мы узнаем что когда забывчивый был развлечудова он использовался достаточно интересным образом когда кто-то приходил на собеседование в компании веселого доктора и рассказывал о себе забывчивый все записывал так что становится понятно почему и малые господа и работники компании развлечудова ничего не знают о своем прошлом SCP 909 продемонстрировал свои способности записав на бумагу все что по неосторожности сообщил о себе сотрудник фонда который его допрашивал пока фонд разбирался с этими тремя господами у входа в теперь безымянную зону появлялись все новые например как-то раз подошел господин голодный способный съесть абсолютно все что угодно за что был определен в камеру с номером SCP 913 а вскоре после этого у ворот той же зоны появилась светящаяся фигура в форме человека которая заявила что она господин хамелеон из малых господ доктора развлечудова оказалось что это буквально человек состоящий только из света и для него пришлось срочно разрабатывать сложные условия содержания он стал SCP 905 а после этого у ворот зоны появилась коробка с запиской для ее осмотра был отправлен сотрудник д-класса который заявил что перед ним появился человек оказалось что каждый кто читает записку испытывает галлюцинацию в виде господина безумца человека одетого в цветную смирительную рубашку коробку отнесли в камеру SCP 2428 иллюзорный безумец кстати оказался довольно ценным источником информации он рассказал что все малые господа когда-то были людьми и развлечудов изменил их в соответствии с какой-то их особенностью доведя ее до абсурда как бы сложно не было содержать иллюзорного человека или фигура из света содержание SCP 920 было еще более трудным делом ведь несмотря на то что он был на вид обычным человеком и первоначально просто появился входа в зону где содержатся другие господа где его и схватили оказалось что долговременное содержание его практически невозможно господин потерян и легко сбегает абсолютно из любой темницы и что еще хуже все его преследователи пропадают сами пропадают даже целые комплексы содержания если они предназначены для того чтобы удерживать его несмотря на все эти сложности один из членов совета опять под номером 4 стал проявлять завидное упорство в том чтобы собрать всех господ посылая все новых людей на поимку SCP 920 и строя все новые сооружения чтобы тот оставался на содержании казалось он был готов на все чтобы их собрать последним подошедшим к той зоне содержания было SCP 917 луна особенность которого в том что во время полнолуния его лицо нормально но по ходу убывания видимой части луны с его лица пропадают глаза нос и рот этот объект интересен тем что когда на нем нет лица он видит мир сверху и он высматривает мистера рэда ну а ради потом больше аномальных людей у дверей зоны не появлялась а коллекция все еще не была собрана потому фонд начал искать недостающие экземпляры самостоятельно в одном из мест где собирались культисты церкви разбитого бога группа мог фонда SCP захватила механического человека который представился как мистер латунь фонд же назвал его SCP 629 оказалось что какое-то время латунь успешно прятался от людей пока в городе где он жил не поползли слухи о механическом человеке бродящим по округе его быстро нашли культисты црб и решив что он часть их механического божества попытались использовать его механическое тело для сборки своего бога в чем им помешал фонд кстати в рассказе механическая химера говорится что в SCP 629 возможно заключен разум разбитого бога так что развлечудов похоже довольно таки могущественное существо если он может использовать разум одного из божеств вселенной SCP для своих игр так или иначе для того чтобы собрать коллекцию фонд SCP воюет не только с срб но и с маршал картера дарк потому что у них в руках оказывается господин деньги он же SCP 2855 однако оказывается что этого малого мистера невозможно заполучить способом отличным от заключения договора продажи при этом свойства этого господина меняются от сделки к сделке потому члены мкид активно экспериментировали перепродавая мистера деньги за небольшие суммы друг другу во время одного из таких экспериментов покупателем оказался подставной агент фонда SCP и мистер деньги оказался в камере содержания также через мкид нашли другого господину по имени жизни смерть SCP-1007 который отличался тем что проживал всю человеческую жизнь от детства до старости за 75 минут после чего умирал также в его теле был механизм поворачивая который можно было вернуть его к жизни и даже омолодить чтобы весь процесс повторился заново надо сказать его покупатель знал толк в странных зрелищах еще один из малых господ был пойман когда полиция получила сообщение безголовом человеке бродящим по округе кстати в самом его объекте SCP-2281 на допросе он показан достаточно добрым существом которое просто развлекало людей на хэллоуин ведь изначально развлечудов создал его просто чтобы веселить народ но вот в рассказах он уже отрезает головы людям чтобы присоединить к своему безголовому телу и думать их мысли так или иначе фонд легко поймал господина безголового также просто для веселья был создан пойманный господин смех он же SCP-1799 абсолютно все слова которого воспринимаются как веселая шутка а вот для чего был создан господин мыло SCP-1908 который постоянно выделяет кожей мыло не знает даже он сам но фонд его поймал на какой-то фабрике где его тело использовали для того чтобы чистить промышленные механизмы единственная женщина в коллекции это госпожа сладость SCP-2396 которая превращала окружающих мужчин в карамельные фигуры также была поймана и поставлена на содержание ну и конечно же SCP-527 мистер рыба этот малый господин это человек с головой рыбы и кроме этого не имеющий никаких аномальных свойств и способностей он самый слабый и беспомощный всей коллекции а его голова в виде рыбы делает его жизнь невыносимой ведь он не может показаться людям и вынужден прятаться где-то в болотах где он обустроил свое убежище когда фонд SCP поймал его ученые организации не поверили что у такого существа нет никаких особенных свойств и начали проводить над ним эксперименты пытаясь выяснить что же в нем особенного последним же из малых господ оказался господин образ ставший на содержание SCP-3537 его свойство было в том что он меняет свою внешность раз несколько дней и когда он это делает он что-то записывает у себя в блокноте посмотрев эти записи ученые фонда узнали что в них он записывает предполагаемые аномальные свойства связаны с тем или иным превращением на допросе он сказал что это идеи которые доктор развлечу чудов мог бы воплотить образ был первым созданным господином и он послужил прототипом для большей части других когда образ превращался во что-то достаточно интересное развлечь чудов ловил человека и превращал его во что-то подобное реализуя предложенные аномальные свойства господин образ был последним но перечислено всего 18 господ и для завершения коллекции нужно еще два на лестничной площадке одной американской школы был найден странный бездомный который забрался туда разбив окно когда на его руке была найдена татуировка господин горячий из малых господ доктор развлечудова за ним пришли странные люди в строгих костюмах увидев татуировку фонд поначалу решил что его свойства могут быть связаны с высокими температурами но оказалось что суть в том что у него горячие идеи теперь уже известный как s&p 644 способен точно понять какой продукт будет популярен на рынке а также точно знает чего хотят дети изначально он был работником компании развлечудова где работал маркетологом и не совсем понятно почему он внесен список господ его аномальные свойства не такой яркой как у других да и сам он вполне себе помнит свое прошлое на допросе он рассказал как работал в компании производящие игрушки и в какой-то момент он потерял сознание и очнулся уже таким господином горячим полным горячих идей однако в отличие от других преобразование не было таким уж глубоким по сути он остался собой тем же человеком каким он и был работаю развлечудов он придумал господина смеха и безумца в качестве игрушек для детей но в какой-то момент горячие идеи настолько затуманили его разум что он отправился бродяжничать возможно потому он оказался в списке господ последний элемент из списка это господин ред его нет в списке объектов потому что фонд ссепи так и не смог его поймать а господине реде известно крайне мало кроме того что он невероятно быстро умен и силен он охотится за всеми господами и каждый из них приходит в ужас когда замечает его красные глаза в темноте впрочем его намерение не в том чтобы причинить вред другим а в том чтобы все господа оказались в фонде он выманил рыбу из его болотного убежища он усыпил сладость чтобы она не могла сбежать от агентов фонда притащил прямо в камеру содержания жуть и потерянного однако сделал он это не просто так изначально он пришел фонд защитой потому что боялся полосатого который по какой-то причине собрался его убить в фонде его встретила 5 4 который захотел собрать всех господ чтобы стать господином коллекционером и он предложил реду сделку поимку всех из списка в обмен на то что полосатый никогда не выйдет из своей камеры содержания конечно же рад согласился и когда он притащил всех в зону фонда у 5 4 поймала его самого тогда и случилось преобразование член совета у 5 превратился в господина коллекционера повелители всех мистических сил владельца всех странных вещей однако каким бы могущественным бы не был коллекционер он все еще всего лишь марионетка в руках развлечудова и он должен сыграть свою роль воспользовавшись своей властью коллекционеры ред вошли в камеру содержания cp 231-7 той самой девушки которая беременна алым королем при помощи ритуального ножа ред достал ребенка алого который теперь был заключен в неразрушимую сферу напоминающая стеклянный шар который и стала подлинным и настоящим завершением коллекции после этих событий коллекционер какое-то время участвует в управлении фондом пока его не выгоняют из о 5 поняв что тот как-то уж очень слишком изменился развлечудов же становится местным божеством а его место в качестве главы компании производителя игрушек занимает изабель такова история малых господ доктора развлечудова всем пока и